Актовый зал регионального управления Роспотребнадзора в этот день превратился в прививочный кабинет. Здесь принимали всех те, кто пожелал сделать прививку от гриппа. В первых рядах главный санитарный врач Карачева-Черкесии Сергей Бесхокотов. Неотложных и важных дел у него много, а времени на болезни нет, поэтому к вакцинации он относится со всей ответственностью, понимая, что прививка надежно щит от инфекционного заболевания. К тому же в этом году есть вероятность получить микс инфекций гриппа и коронавируса. Поэтому лучше поддержать свой иммунитет. Мы не знаем, как будет протекать инфекция в организме человека, который одновременно может получить и вирус гриппа, и вирус коронавируса. Это так называемая микс инфекция. Тем более, что в нынешней ситуации у нас сейчас в республике наблюдается небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. И мы не знаем, что будет у нас и этой осенью, и этой зимой. Поэтому я бы настоятельно рекомендовал населению нашей республики, особенно группы риска, которые контактируют с большим количеством людей, в первую очередь прививиться против гриппа, чтобы защитить и себя от заражения, и защитить тех людей, с кем они ежедневно соприкасаются. В этот день прививочную посетили практически все сотрудники Роспотребнадзора. Вакцинация – дело добровольное, поэтому каждый сам решает, нужна ли ему прививка или нет. Я делаю всегда, каждый год делаю. Ну а как переносит все вообще? Хорошо переношу. Никаких у меня не бывает впоследствии. Я не болею. И всем советую. Аллергические реакции на что-либо есть? Нет. Только на работу. Хронические заболевания? Ну это понятно. Да. За пределы КЧР выезжали? Не выезжал. Температура. Перед тем, как сделать прививку, медики обязательно должны поинтересоваться состоянием вашего здоровья, провести термометрию. Если у вас есть хотя бы небольшой насморк или немного повышенная температура, прививку не сделают, так как она может лишь осложнить состояние. Важно также помнить, что противопоказания к любому препарату имеются всегда, и они прописаны в инструкции. Перед тем, как привиться, не поленитесь и ознакомьтесь с ними. Ведь, возможно, у вас имеются заболевания, при которых вакцинация нежелательна. Да, есть определенное количество противопоказаний для прививок. Это какие-то хронические заболевания почечной системы, сердечно-сосудистой системы. Если в ходу есть какие-то острые рецидивирующие заболевания, даже в стадии реконвалисценции, тоже как бы нежелательно делать. Все зависит от сопутствующих заболеваний. В основном это хронические осложнениями, инфекционные, остро протекающие. Это группа людей, которым абсолютно нельзя делать. Есть относительные противопоказания. То есть тем, кому можно сделать, но попозже. То есть, если есть какое-то инфекционное заболевание в ходу, наступила стадия ремиссии этого инфекционного заболевания. И, соответственно, после этого уже можно прийти и, пожалуйста, привиться после того, как уже состояние улучшится. Впрочем, в последнее время в нашей республике среди обывателей начали ходить слухи о том, что используемые препараты из прошлогодней партии, поступившей республику. Представители Роспотребнадзора опровергают эту информацию. Используемые вакцины не имеют такого длительного срока хранения. Хотел бы уточнить, что в настоящий момент вакцины, которые прививаются в население, учтены все штаммы вирусов, которые циркулировали в нашей республике в прошлом году. То есть она отличается от прошлогодней вакцины, и это происходит каждый год. Те вирусы, которые циркулируют, они берутся в разработку нашими исследовательскими институтами и разрабатывается уже новая вакцина. Так что сейчас в население вводится вакцина, которая имеет штаммы новые абсолютно, которые циркулили в прошлом году и ожидается в этом. Прививку от гриппа лучше делать в начале осени, чтобы к сезонной эпидемии успел сформироваться иммунитет. Вакцина будет защищать вас 7-9 месяцев. Ее эффективность составляет 75-90%. Если вы и заболеете гриппом, то риск последующих осложнений будет минимальным. Фатья Макуршева, Андрей Дорошенко. Итоги недели.